По поручению президента России Андрей Бочаров провел онлайн-прием граждан при участии прокурора Волгоградской области Дениса Костенко. Среди обсуждаемых вопросов газификация отдаленных населенных пунктов, ремонт школ и межмуниципальных дорог, а также обводнение территории Волго-Ахтубинской поймы. Так на прием обратился Алексей Валоватов из Фроловского района. Его, как и многих местных жителей, интересует ремонт дороги Фролова-Даниловка от поворота на поселок Дудачинский до хутора Большой Лычак. Есть 18-километровый участок дороги, который пришел в ненормативное состояние. Так как эта дорога связывает не только хутор Большой Лычак и два районных центра, город Фролово и город Даниловка, поэтому необходимость в этой дороге очень велика и потребность у местных жителей очень-очень большая. В хуторе расположены и социальные учреждения, школы, больницы, детский садик, центр социального обслуживания. Проживает почти тысяча человек населения и потребность в дороге очень-очень большая. Прошу вас оказать содействие в ремонте этого участка дороги. Изначально планировалось восстановить объект в течение двух ближайших сезонов. Однако все работы на этом участке выполнят до конца 2024 года. Следующий актуальный для жителей Заволжских районов вопрос задала Екатерина Оболонская. Мне не безразлична судьба нашего района и в том числе озера Нагубного. В прошлом году завершилась расчистка озера, вода заходит, все прекрасно, поросли начала расти по берегу и все как бы хорошо. Во время половодия озеро полностью заполняется, но такая ситуация, что вода с него уходит. В Ерик Сухой Бурковский. И поэтому я вот от лица жителей нашего района и, наверное, еще и Волгограда обращаюсь к вам с просьбой о строительстве шлюза, который бы сохранял воду после половодия. Глава региона пообещал решить этот вопрос до конца года. Для этого осенью планируют строительство гидротехнического сооружения. Мы завершим эту работу к концу года. В этом сомнений абсолютно нет. Вы видите, какая большая работа идет сегодня по Волго-Октобинской пойме. Она на самом деле масштабная, на самом деле такая, грандиозная. И мы работу понимаем, что еще впереди много задач стоит, ну и в том числе, конечно, вот такие вопросы, к которым мы сегодня обращаемся. Поэтому до конца года планово завершим эту работу. Также от имени родителей учеников школы номер два Николаевска к Андрею Бочарова обратилась Юлия Дрюпина. Школа, построенная в 1976 году, требует капитального ремонта. Ранее в здании поменяли кровлю и окна, но этого недостаточно. По словам главы региона, школа включена в программу капремонта учебных заведений в 2025 году. На эти цели предусмотрено 70 миллионов рублей. Работа начнутся после заключения контракта в сентябре 2024 года. Мы там поактивнее поработать надо с родителями, с родительским комитетом. Еще раз объяснить порядок нашей работы. И, естественно, поговорить о том, что школьники будут перемещены с одной школы в другую на период проведения этих работ. Ну, чтобы у родителей тоже не вызывало никаких там в районах сомнений, тревог. Капитальный ремонт, он предусматривает масштабное изменение. Да, в том числе замена всех инфраструктур внутренней, да, там, инженерных сооружений. И, естественно, в этот период проводить обучение, использовать школу по назначению невозможно. Ну, небезопасно. Также в ходе онлайн-приема был затронут вопрос о газификации хутора «Старенький» в Среднеоктубинском районе. Глава региона отметил, что домовладение здесь подключат к голубому топливу в 2025 году. Екатерина Алтухова, Алексей Алтухов, Волгоградская правда. Субтитры создавал DimaTorzok